Всем, ребят, привет! Очень рада, что со мной смотрите меня. Сегодня видео про английский язык для детей. И мы живем в Америке, в Калифорнии. У меня двое детей, которые ходят в обычную американскую школу. И, собственно, поэтому я знаю, как здесь детей учат, что тут с ними делают, какие слова учат, какая у них программа. Общаясь с этим знакомым. Поэтому с радостью делюсь с вами. Буквально на первой неделе занятий в школе мой ребенок получил список слов. 500 слов. 500 слов. От учительницы, которая сказала, что это ваши базовые слова, вы их должны уже знать. То есть мы не будем этими словами заниматься в следующем, в этом году. Вы их уже должны знать. И когда мне этот ребенок принес мой ребенок домой с письмом для родителей, я такая, что? Они даже в прошлом году столько слов не учили. Почему 500 слов вот так после лета и типа должен знать? Но считается, что если ребенок читает, то он эти слова знает. А читать нас всех заставляли в прошлом году очень много. И вообще была такая библиотека рекомендаций на лет и все остальное. Поэтому, видимо, мы должны были свои словарные запасы обогатить. Короче, не знаю, из чего там они это придумали. Но факт в том, что вот эти 500 слов, они, это база человека 7-летнего возраста. Вся детская литература для самостоятельного чтения, все упражнения, ну не все, скажем, да, но в основном упражнения, какие-то там внутри классовые какие-то дела, они все основываются вот на этих словах. Поэтому узнать их обязательно. Если человек не может сделать правильное правописание, то надо учить. Но читать, как минимум, это должно быть вот вообще. Кроме вот этих 500 слов, которые уже должны быть базы, ребенок должен учить еще дополнительные слова, которые даются еженедельно. Вот так это выглядит. Вот столько слов дается на неделю ребенку. Здесь порядка, не знаю, 20 слов, которые должен знать ребенок правописание. То есть он должен делать правильный спелл, потому что в пятницу, в конце недели их тестируют по этим словам. Дальше слова, порядка 15, ну не знаю, 13 слов, которые просто ребенок должен знать значение. То есть в принципе, что мы делаем, мы давайте, знаете чего, как мы учим, я в конце видео, а сейчас просто давайте слова. Пожалуйста, не обращайте внимания на мое прекрасное произношение. Всем известно, что у меня есть русский акцент. Это как бы не вообще, я даже не спорю. Поэтому вы просто слушайте слова, смотрите на слова. Хорошо, слушайте, как я читаю эти слова, но не надо на него основываться. Это не стопроцентное правильное произношение. Вы просто знаете, что эти слова надо знать, а может быть где-то в мультиках и слушайте в английских там или аудиокнижках. Как конкретно, правильно. Так, поехали. The, of, and a, to. In is you that it, he for was on our, as with his they at, be this from I have, or by one had not. But what all, where, when, when, we, there, can, and, your, which, there, said, if, do, will, each, about, how, up, out, them, then, she, many, some, so, this, would, other. Inter has more, her, too, like, him, see, time, could, know, make, then, first, been. 75 слов выучили. Следующая страничка. It's who, now, people, my, made, over, did, down, only. Way, find, use, may, water. Long, little, very, after, words. Cold, just, where, most, know. Get, back, match, go. Good, new, white, our, me. Man, two, any, day, same. Look, think, also, around, another. Came, come, work, three. Must, because, does, part, even, place, well, such, here, take, why, help, put, different, away, again, off, went, old, number, great, tell, man, say, small. Every, found, still, between, name, should, home, big, give, air. Line, set, own, under, read. Как мне делать, чтобы я читала вам глаза? Last, never, as, left, end. Along, while, might, next, sound. Below, saw, something, thought, both. Few, those, always, show, large. Often, together, asked, house, don't. World, going, want, school, important. Until, form, food, keep, children. Fit, land, side, without. Boy, once, animal, life, enough, took. Four, had, above, kind, began. Almost, life, page, got, earth. Need, hand, high, year. Oh, my God. А, ну мы половину сделали почти, ребят. Итак. Mother, light, country, father, let. Night, picture, bean, study, second. Soon, story, white, ever. Paper, hard, near, sentence, better, best, across, during, today. However, sure, new, it's, told, young, son, thing, whole, here. Example, heard, several, change, answer. Room, see, against, top, turned. Learn, point, city, play, toward. Five, himself, usually, money, seen. Didn't, car, morning, am, buddy. Upon, family, later, turn, move. Face, door, cut, done, group. True, half, red, fish, plants. Living, back, eat, short. United States. Run, book, gave. Open, ground, cold, really. Table, remember. Tree, course, front, American. Space, inside. Inside, ago, sad, early. I'll, learned, brought, close, nothing, thought. Idea, before, lived, add, become, grow, draw, yet, less. Behind, cannot, later, among. Able, dog, shown. Mean, English. Rest, perhaps, certain. Six, fill, fire. Ready, green. Yes, build. Special, run, full, down. Complete, all. Person, hot. Anything, hold. State, least, stood. Hundred. Ten. Фух. 375 слов. Fast, felt, keep, notice, can't. Strong, voice, probably, air, horse. Matter, stand, box, start, that's. Class, peace, surface, river, common. Stop, am, talk, weather, pine, round, dark, past, ball, girl, road, bloom. Instead, either, held, already, warm, gone. Finally, summer, understand, moon, animals, mine, outside, power, problem, longer, winter, deep. Heavy, heavy, carefully, follow, beautiful, anyone, leave, everything, game, system, bring, watch, shall dry, within, floor, ice, ship, themselves, begin, fucked, third, quiet, carry, distance, authored. Oh my god, последняя страница. Sad, possible, hard, real, simple, snow, rain, suddenly, easy, leaves, lay, size, wild, weather, miss. Pattern, sky, walked, main, someone, certain, field, stay, itself, boat. Question, wide, 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 list, tiny, hour, happened, foot, care, low, else, gold, build, glass, rock. Talk, tall, alone, bottom, check, reading, fall, poor, map, friend, language, job. Все, сделано. 500 слов, ребят. Эти 500 слов ребенок должен знать в возрасте 7-летнего точно. И на этих словах основывается детская литература для самостоятельного чтения и, в принципе, все возможные упражнения в классе тоже берутся из этих слов. Так, кроме этих слов, которые базовы, у нас ребенку даются раз в неделю вот такие карточки, списки слов, которые он должен изучить и вызубрить и сделать из них спелл. Например, of, any, from, hack, mop, went, far, fun, leg, job, nut, fox, wet, block, every, some, penny, seven, present, ugly, pencil. Эти слова он должен выучить просто вот так, чтобы отлетало, потому что в пятницу я буду тестировать. Как мы это делаем? Вот такая у меня коробка, ребят, кто зрители меня уже смотрел, эту коробочку уже узнают, потому что отсюда я просто у меня. Это такая основа всех моих упражнений с детьми, и я ее использую вообще по максимуму. Она у меня всегда на столе, и вообще не мешало бы ее как-то уже заменить. Значит, что мы делали, когда получили эти слова? Каролина, моя старшая дочь, их выписала на карточки. Все абсолютно. Знает она, не знает, как читать, как спел, она выписала их на карточки. Кроме этих слов, я сюда добавила еще слова, в которых она делала ошибки на прошлой неделе в тесте. То есть, ну, просто чтобы заучить их до конца. Вот они все эти слова. Мы их отправляем в эту коробочку. И теперь у нас немножко изменились правила. Раньше мы тащили их, просто читали и проговаривали. Но кто хочет смотреть дальше, возвращайтесь туда назад, и у меня там в старых видео вы найдете еще какие-то упражнения. Новая у нас игра такая. Кроме вот этой коробки, нам еще понадобится карандаш и любая тетрадка. Именно тетрадка или стопка листов. Это прям принципиально. Так вот, что мы делаем? Мы тащим по очереди те же слова, просто вслепую. Я достаю слово. Я его ей не показываю, своему игроку. Вообще, в идеале, конечно, иметь брата и сестру, или сестру, или сестру, или брата, или брата, чтобы они между собой играли. Но у нас этого не случается, потому что слишком большая разница. Поэтому я тут играю в полную силу. Я вытаскиваю слово и читаю его. Она должна мне сделать правильный спелл. Если она не может этого делать устно, там, проговорить, там, да, к примеру, я понимаю, какое-нибудь слово. Пенни. Если она, к примеру, не может этого сделать, она пи, и, ну, очень сложно порой, особенно длинные слова, вот так вот, как бы, у себя абстрактно держать в голове и проговаривать. Я ей прошу написать. Скажем, я ей говорю, просто пиши, и, о, every. И мне просто скажи, это нормально будет, сработает. Засчитаю. И она проговаривает, пи, и, эн, эн, валь. Все. Она эту карточку себе забирает, это ее очко. Дальше она тянет карточку. В этом и прикол этой игры, что я реально играю, и я иногда проигрываю, ребят. И читает мне, и я должна сказать, ну, тут, как бы, у меня соперника нет, я сама читаю, every. И, к примеру, я сделала ошибку. Я сказала не и, в, и, ар, вай, а сказала как-то по-другому, и она, ага, обрадовалась, ошибка. Что я теперь должна сделать? Я должна написать это слово пять раз на разных страницах. То есть я пишу, every. Она проверяет, если я ошибаюсь, значит, она мне говорит еще одну страницу. Пиши. Я переворачиваю и пишу абсолютно на чисто еще раз. Не так, чтобы я видела, да, а я должна вспомнить. Опять пишу every. Итак, десять, нет, пять раз, пять раз. Вот такая, ребят, игра. И проигравшие, правда, бываю я точно так же часто, как и моя дочь, потому что английский для меня новый, и так мы учим эти слова. Кроме этих слов, есть еще список слов, которые просто ребенок должен знать значение. Их порядка пятнадцати, и они, конечно, сложнее, но спелл делать не нужно. Так вот, если она какое-то это слово не может объяснить, она говорит, ну, там, noisy это, там, it's when, не может она сказать. Мы идем в бумажный, самый обыкновенный словарик, и ищем это слово, и там очень легко все написано. У нас уже здесь есть закладочки, вы видите, что некоторые слова нам надо отмечены по каким-то причинам. И она таким образом просто расширяет свою базу слов. Есть еще слова, четыре. Это слова у The Week. На каждый день в неделе свое слово, кроме последнего дня, недели учебного, да, это день теста. Эти четыре слова, как правило, я вообще не знаю, и вообще не использую в своем лексиконе. Shame on me. Но, тем не менее, и я с ней учу эти слова точно так же. Эти слова нужно уметь вставить предложение, то есть, значение понимать и уметь вставить предложение. И их спрашивают это на уроках. То есть, по сути, у них, можно сказать, нет домашнего задания, но оно такое, как бы, не сидеть, писать, а вот что-то можно в машине ехать, особенно, если человек англоязычный, и он, в принципе, знает слова, он может просто ребенку, ну, задавать несколько раз в неделю, там, какие-то вопросы с этими словами. Ребенок, ну, просто подключить это слово с лексиконами. Все. Обещала, сделала. Рассказала я им все эти 500 слов. К сожалению, мой ребенок вчера отказался напрочь мне помогать. Она сказала, что она, во-первых, не хочет, чтобы ее снимали, когда они делают домашнее задание, потому что, видимо, она ошибалась, и ей это не нравилось, или я не знаю, какая была причина, или мне настроение, или еще что-то. Мы вообще вчера плюнули, не стали делать домашнее задание, признаюсь вам. Потому что не пошло. Так. 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 Продолжение следует...